Начальник отдела камеральных проверок номер 3 межрайонов МС России номер 1 по Московской области Тимур Тибуев информирует об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году. Оно должно быть исполнено не позднее 1 декабря текущего года. Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении? Налоговые ставки и льготы, включая налоговые вычеты из налоговой базы, устанавливаются нормативно-правовыми актами различного уровня. По транспортному налогу главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и законам Московской области от 24.11.2004 года номер 151-2004 ОЗ о льготном налогообложении в Московской области. По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц главами 31-32 Налогового кодекса Российской Федерации нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости. С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах, налоговых вычетах, по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру. Либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России. Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация? Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце, включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения. В налоговые органы представляют органы, осуществляющие государственную регистрацию, миграционный учет физических лиц по месту жительства, месту пребывания, регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства. Органы и учреждения уполномочены совершать нотариальные действия и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Ответственны за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы предоставляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах, реестрах, кадастрах, регистрах и тому подобное сведениях. Если, по мнению налогоплательщика, в уведомлении находится неактуальная информация для ее проверки и актуализации, надо обратиться в налоговые органы через личный кабинет налогоплательщика или направить почтовые сообщения, либо через интернет-сервис ФНС России. По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия и отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления, обработка полученных сведений и внесения необходимых изменений в информационные ресурсы налоговых органов, базы данных, карточки расчетов с бюджетом и тому подобное. При наличии оснований для перерасчета налога и формирования налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней, в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней, обнулить ранее исчисленную сумму налога и пеней сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит вам ответное обращение, разместит его в личном кабинете налогоплательщика. Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или в контакт-центре ФНС России.